Француз. На 4 года старше он. Ломаченко здесь выдержал очень серьезное испытание в первом своем поединке. Был у него бой с Альбертом Селимовым, российским боксером, тем самым которому он проиграл на чемпионате мира в Чикаго. И Ломаченко сумел взять реванш за то поражение. Выиграл со счетом 14-7. А дальше по дороге к финалу у него не было вообще никаких проблем. Затем побеждал он с разгромным практически счетом. 13-1, 12-3, 10-1. Вот такой вот путь. Ну и естественно я думаю, что останавливаться на достигнутом уже он не хочет. Собственно говоря, после поединка с Альбертом Селимовым, какую цель перед собой мог поставить серебряный призер чемпионата мира. Естественно, выигрыш здесь золото. Первым француз появляется из-под трибунного помещения. Кедафи Джилхир. Не очень приятный соперник. Да-да, вот он и в ринге так будет делать, как сейчас ведет себя по дороге к нему. Да, вот такой будет, как страшно. Слушай, интересно, а Ломаченко вот или флажков сколько сюда вез? Он ведь не знал, где окажется по жеребьевке и сколько ему понадобится. Но каждому сопернику он дарит. Альбертом Селимов не стал этот флажок брать почему-то. Ну слава богу, что флажок дарит. А то такие какие-нибудь большие подарки привозил бы и дарил. Это в профессионалах, я думаю, будет. Принято. Интересно, что ни у одного из судей вопросов этот флажок не вызывает. То есть они сразу понимают, что это подарок. Сейчас, когда подойдут боксеры в центре, поприветствуют друг друга. Говорят, еще вот этой перчаткой неудобно что-либо взять. Может быть так он, боксеров? Как сказать-то? Сбивает с толком? Да, да, сбивает и... Настраивается сам на бой. Ну знаешь как, у футболистов принято майками меняться. Некоторые даже трусами умудрялись. Ну а боксерам-то чем? В общем, все эти шлемы, перчатки, они же здесь у всех одинаковые. Нет, футболки разные. Ну футболки, ты знаешь, снимать в ринге, это как-то что-то новое. А уж и профессионалам-то... Снимать-то нечего. Снимать-то нечего, да. Поэтому мы ничего не дарим. Дарить нечего. Смотри, Джалхир пошел вперед и очень активно начал. Да, ну Ломаченко в общем принял вызов. И что, уже в нокдауне кидает Джалхир? Не ожидал такого момента. Да и французы вот все отрядом не ожидали. Еще один удар. Серьезно достается с Джалхира. Но он сам вызвался. Он пошел вперед. Он темп такой взвинтил. Ломаченко сказал, пожалуйста, принимаю. Вот теперь я не сомневаюсь, что Вала Баркера дадут ему. Потому что он в разной манере бои здесь свои проводит. Нет-нет-нет. В финале никто не снимет за два нокдауна. Тем более, что там по-настоящему тяжелых ударов не было. В этом весе их вообще мало. Но потрясен просто Хедофит Джалхир. Он не знает, что делать. Еще в прошлом году Ломаченко был признан лучшим спортсменом месяца. Все, нет, все, 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 все. Бой закончен. Это формально сейчас третий нокдаун. Джалхир застрял у канатов в позе... В пользу такого, знаете, школьника, которого попросили забытую дому тетрадку с уроками. Ломаченко совершенно беззащитному сопернику несколько ударов нанес. И тут рефери уже Роберто Сервидо Аргенчин все понял. Добился своего. 9-1 за первый раунд. А мы говорим, а тут не все 9 очков набирали за бой. Он даже сигнал не обрался и показал все, что у него есть. Все запасы, которые он держал в семье, он показал в первом раунде молодец. Удивительного боксера воспитали украинские тренеры, с чем их можно поздравить. Стоя, стоя аплодирует Василию Ломаченко Виталий Кличко. Что может быть почетнее для 20-летнего боксера из Одессы? Я же говорил, он был признан лучшим... Да, он даже не ожидал, что так все быстро закончится. Он был признан лучшим боксером, лучшим спортсменом месяца Украины. А теперь, я думаю, после такой победы он вообще может чуть-чуть лучшим спортсменом года у них стать. Ну что ж, поскольку здесь россиян нет в финале, то даже несмотря на победу Василия Ломаченко над Альбертом Селимовым, я, честно говоря, все равно переживал за него, потому что... Ну что нам Франция? Тем более его тренер после прошлого боя, после полуфинального, очень много любезностей сказал в интервью нам. Ну что же, на Волу Баркера заявка очень весомая. 9-1 в первом же раунде. Одну минуту 51 секунду всего лишь продолжался этот поединок. Василий Ломаченко тренирует его отец. И, в общем, здесь, наверное, все эмоции понятны. Сейчас ему предстоит шествие через МИГ-зону. Наша съемочная группа, наш корреспондент Александр Шмурнов и оператор Алексей Томилов уже там. И, конечно же, будут встречать триумфатора. МИГ-зону. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон